Всем привет! А вы когда-нибудь обращали внимание, что хоть наш мир и развивается семимильными шагами, однако наши потребности остаются неизменными? Я не говорю сейчас о банальных вещах по типу работы, еда или дома. Давайте подумаем более широко. Мы каждый день ломаем себе голову из-за проблем связанных с карьерой, скандалы и ссоры дома из-за неправильно купленных продуктов. Неожиданное отключение интернета уже становится невыносимой пыткой для человека 21 века. Но стоит ли все эти мелочи такое счастье как безопасность? Попробуйте ответить сами себе на вопрос, какова была бы ваша жизнь без защиты. Элементарно одно решение о распуске полиции по всей стране поведет за собой волну правонарушений и криминальных деяний. Кто бы что ни говорил, полиция так или иначе старается контролировать ситуацию по всей территории. Пускай это происходит не совсем так, как мы этого хотим, но так или иначе это лучше, чем ничего. В сегодняшней рубрике вы увидите самую крутую полицию в мире. Приятного просмотра! Бунденс полицай Наш хит-парад открывает немецкие стражники порядка и справедливости. Одна из самых старых правоохранительных служб появилась еще в середине 18 века и за свою многолетнюю историю получила бесценный опыт, который помогает эффективно бороться со злом. В 99% случаев полиция приезжает, когда преступление уже совершено, но педантичные немцы обладают достаточными средствами и кадрами, чтобы предотвратить опасность. Везде есть свои глаза и уши. Чтобы перехватить злоумышленников и молниеносно прибыть в указанное время, весь автопарк состоит исключительно из отечественных автомобилей по типу Мерседес, Порше и БМВ, что в свою очередь еще больше внушает уверенность, что злоумышленник будет пойман и понесет ответственность. Law enforcement Констебль – одна из престижных профессий на дождливом острове Британии. Котелок на голове, зеленая куртка и черные брюки делают его более заметным на общем фоне. Связано это для того, чтобы приковать внимание преступника к себе, давая ему понять, что территория под охраной одного из бдителей спокойствия граждан. Чтобы стать констеблем, нужно пройти обучение в полицейской академии в течение 8 месяцев, после чего будущий полицейский проходит аттестацию – своего рода полицейская клятва. По завершению курса выпускник не переходит сразу же к работе. В течение нескольких месяцев его работа заключается в оформлении бумаг в участке. И только потом, пройдя пробный период, он вступает в ряды настоящих полицейских, где он начинает работать как настоящий защитник Ее Величества и Великобритании. Копы Их так не любят за назойливость. Постоянно смотрят и что-то проверяют. Но разве это плохо? Для преступников – само собой. Но если ты хочешь спать спокойно и быть уверенным в завтрашнем дне, эти парни обязаны работать в поте лица. В отличие от большинства стран, в США нет единого полицейского управления. Следовательно, термин «полиция США» употребляется неофициально. Вместо этого, каждый штат, а также каждый крупный город, а иногда и более мелкий населенный пункт, имеет свое полицейское ведомство, независимо от других. Собственные полицейские ведомства могут иметься также при крупных транспортных предприятиях. Я часто встречаюсь с таким мнением, что копы могут стрелять в беглеца, если посчитают нужным. Готов заявить, это миф, который широко распространился. Применение оружия разрешено, только если полицейскому грозят нанесением телесных повреждений или даже смертью. В таком случае, любой нормальный человек схватится за оружием. Так что американские парни работают сверхурочно. А еще они любят пончики. Народная милиция Китая. Полтора миллиарда. Именно столько людей живет в Китайской Народной Республике. Каждый из них работает, учится или просто живет. Соответственно, нужны немалые силы, чтобы контролировать такого рода поток всевозможных преступлений. Официально, Народная полиция Китая состоит из полутора миллиона мужчин и женщин. Но эта цифра не точна. Наши азиатские друзья очень щепетильны по вопросам безопасности. Чтобы всех держать в узде, созданы секретные подразделения, которые занимаются поиском и предотвращением каких-либо происшествий, способных повлечь за собой огромные проблемы. Речь идет не только о административных или криминальных преступлениях. Политические заговоры, охрана кордона, инфраструктуры государства. Всем этим занимается исключительно Народная полиция. Именно поэтому название одно, а ответвления немного, чтобы сложнее было изучить. Дубай Police Force. Возможно, кто-то удивится, но встретить полицейского на улицах Дубая достаточно проблематично. Как правило, они не ходят пешком, только на автомобилях или максимум мотоциклы, и выезжают только в случае необходимости. На 800 тысяч жителей города Дубай в штате приблизительно 11 тысяч полицейских. Полиция Дубаев имеет свой собственный денежный фонд, с которым они могут себе позволить покупать суперкары, платить очень хорошие зарплаты и оборудовать улицы города самой современной техникой видеонаблюдения. Деньги в этот фонд они зарабатывают также сами. Продают автомобильные номера или проводят экзамены на водительские права. Но если ты не арабский шейх, качающий нефть, нужно пройти целый ряд испытаний, чтобы добиться таких высот. Ведь работа полицейским высокооплачиваемая. Два года службы в армии, полтора года в академии, и только потом возможно стать правоохранителем. Итак, к чему мы пришли? Каждая полиция хороша в своем деле. Это результат многих лет усердной работы. Опыт, передающийся от генерала к рекруту.